Продолжение следует... А где у нас Чавелев-то? Я что-то перепутал. Так, пойду разбираться. Здесь другая выставка. А где Чавелев? Понятно, спасибо. Ну, посмотрим пока здесь. Я не знаю, как тут качество. Это выставка как бы иркутских художников, я так понимаю, наверное. А, там же две афиши. Ну, по крайней мере, познакомимся с нашим художественным музеем. Чавелев, выставка Чавелева в другом зале. Я сейчас туда пройду. Это Аркадий Иванович Вачукжанин. На мой взгляд, самый выдающийся художник в Иркутске нашего времени. Это он же. Ну, классика в лучших традициях. Вот еще его работает. Я здесь недолго пробуду. Я пришел отдать дань памяти. Тусоваться я не люблю на выставках. Сейчас скажу, посмотрю, а потом побегу рисовать сам. Вот я считаю, это неудобный зал очень. Я уже говорил, по-моему, обоим директорам, что вот этот иконный зал, который надо проходить обязательно, чтобы попасть на другую выставку. Ну, короче говоря, ему самое место вообще-то вот там, на Ленина. А так он разрывает экспозицию современную. Не знаю, может быть, это специально задумано, чтобы нас погружать в православие христианское, чтобы мы, идя, например, на выставку Чавелева современную, или как там была, кстати говоря, вот в том зале была выставка Неформалов, Неформат-2. Тоже было забавно, да, на выставку Неформалов иркутских проходить через вот этот зал. Ну, я даже и, в общем-то, не знаю. Я ведь к иконам отношусь совершенно иначе. Дело в том, что иконопись, естественно, ей место в художественном музее, какой разговор. Но иконопись – это особый род искусства, который, ну, очень нежелательно вообще смешивать со светским искусством, да. Ну, и вообще это, скорее, декоративно-прикладное искусство, что уж там говорить. И оно, место ему в храме. Ну, поскольку у нас художественный музей тоже в какой-то мере храм искусства, и если эти иконы, вот эти иконостасы и так далее где-то потеряли свое родное место и не нашли его в современных храмах, то, наверное, в художественном музее оно может быть, а уж, скорее всего, в каком-то историческом музее, да. Вот. Потому что религия и декоративно-прикладное искусство, которое обслуживает религию, ту или иную, там, будь то буддизм, будь то шамайизм, вот, будь то православие, будь то иудейство и так далее. Много религий, да. Это, скорее, принадлежность исторических музеев, наверное, я так думаю. А искусство, тем более современное, путать вот с такими вот залами, нет, ну, это вообще даже, наверное, вредно. И вот теперь смотрите, что произойдет. Я вот отсюда, вот из этой вот, из храма православного, по сути дела православного храма, прохожу на выставку Чевелева, да. Нормально. А я считаю, что это ненормально. А здесь совсем другая тусовка, да. Ну, ладно, я быстренько пробегу сейчас с репортажем, а потом переключусь в видеоформат. Маэстро, здравствуйте. В прямой эфир тебя показываю. А я не фотографирую, это я вас во всемирный космос запускаю. Прямой эфир? Да. Прямой эфир? Спасибо. На этом репортаж закончу и сделаю еще несколько видеофрагментов. Ну что, я задерживаться здесь не буду. На банкеты я все равно не остаюсь. Тусоваться очень не люблю. Я своему приятелю Валерию Чивилеву отдал дань, пришел. Я помянул, он для меня всегда был больше человеком. Как художнику у меня отношение к нему сложное. Я не буду сейчас как-то что-то говорить об этом. Покажу некоторые кадры, из которых мы можем понять, что он очень разный. И пусть искусствоведы находят объяснение всему этому. Я же вспоминаю одну историю. На одной из его выставок в Доме актера, ну не знаю, лет 20 назад, может быть больше, Я тогда обратил внимание, когда мы сидели, как обычно, за банкетным столом обмывали это дело, Я обратил внимание, что его работы как бы незаконченные. Что есть в них некоторая вот именно такая незавершенность и отсутствие общей ценности. В общем-то мы все как бы грешим этим. А он тогда нашел остроумный ответ, что он это специально делает для того, чтобы вот эта небрежная незавершенность как бы давала возможность зрителю поучаствовать в доработке, в мысленной доработке его картины. Ну, не знаю, насколько эта фраза оправдывает незавершенность работы, но она была мне тогда, она мне показалась остроумной. И вообще Валера был человеком такого очень острого ума. Ну, добрая ему память. Предлагаю некоторые картинки, а сам и дорисовать. Я не люблю в последнее время бывать на нарисажах и на выставках, и хожу только лишь на те, которые для меня важны именем художника. Как это. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok